подумать о качестве жизни может только ее хирург вы можете сказать что кто-то оперировал лучше всех для меня главное сейчас настоящее время чтобы работала система тогда мы стали разрабатывать методики онкопластической хирургии все операции с имплантатами мы также выполняем труд это конечно грандиозный совершенно один из пунктов это желание женщины еще красивее чем они были до операции у вас есть пациенты которые отказываются необходимо работать как психологу тоже одно из преимуществ и достоинств это такой мощный нетворкинг в этом заключается весь смысл нашей работы счастливы глаза женщины какие вопросы задают вам коллеги когда они с вами встречаются главное чтобы они получали хорошие результаты маш я очень рада видеть тебя в нашей импровизированной студии и в первую очередь хочу поздравить защитой докторской диссертации и честно хочу сказать получила огромное удовольствие от того как ты просто презентовала огромный труд труд это конечно грандиозный совершенно я думаю что даже большинство тех кто это прослушал он даже не понимал вообще масштабности этого этого труда у вас есть опыт того как трансформировалась хирургия молочной железы за эти вот 25 лет которые развивалась и реконструктивной и эстетической хирургии я считаю очень ценный опыт и как раз вот очень хотелось бы чтобы вы рассказали свое мнение какие достижения в хирургии послужили вот такими новаторскими для того чтобы изменить подход лечению рака молочной железы конечно мы знаем что раньше главенствовала радикальная резекция молочной железы на в классическом варианте да радикальным астоктомии по халстеду затем это развития папой тядаезь ну затем это радикальный астоктомии по мадану затем это пошли подкожно-кожесохранная мастоктомия но то что касается орган сохраняющая операцию это была классическая радикальная резекция по блыхину которая заключалась в удалении сектора молочка железы без применения каких-то методик пластической ирургии поэтому мы получали дефект в этом зоне операции особенно это касалось внутренних квадрантов то есть радикально резекция во внутренних квадратов приводило к стопроцентным неудовлетворительным эстетическим результатам. И тогда в 2013 году мы задали вопрос, а можем ли мы делать лучше, потому что такие неудовлетворительные результаты наблюдались в 30 процентах в Европе и до 50 процентов в России. И тогда мы стали разрабатывать методики онкопластической хирургии. Мы изучили монографии наших зарубежных коллег, в частности монографии Элизабет Холфинлей, и использовали ее методики редукционной мамопластики на верхнемедиальной, на верхнолатеральных глондулярных ножках для того, чтобы применить это в онкологии. И получили тогда четыре патента на изобретение, использовав также другие методики других наших зарубежных авторов и предложив кожно-глондулярные, в частности лоскуты, для закрытия дефектов, если нам необходимо иссякать проекционный кожно-лоскут. Потому что те методики, которые мы применяем сейчас, ратируя кожно-глондулярные лоскуты, конечно, никто не применял раньше, и таким пациентам мы выполняли только радикальную мастектомию. И даже в настоящее время в отдаленных регионах, возможно, в обычных диспансерах, в больницах, где лечат онкологических пациентов, к сожалению, таким больным предложат только радикальную мастектомию. Потому что только владение методиками вот этой онкопластической хирургии позволит женщине не только сохранить молочную железу, но можно ее сделать еще и красивее, даже чем она была до операции. У нее, к тому же, выполнив симметризирующую мамопластику. Это то, что мы делаем сейчас в настоящее время для повышения качества жизни наших пациентов. И говорим, что у нас пациенты выписываются не только здоровыми, но и красивыми, а в ряде случаев еще красивее, чем они были до операции. В этом смысл заключался, и в этом смысл моей работы и был. Потому что в настоящее время уже стало очевидно, и на основании нашей работы, что эффективность лечения рака молочной железы должна определяться не только количеством, но и качеством прожитых лет. Мария, вы одна из немногих, наверное, если не единственная, классический хирург, который оперировал со всеми мировыми звездами. Вот так сложилось, так повезло, мы смогли это все организовать. Вы можете сказать, что вот у Роя Девита я научилась этому? Или там Мустафа Хамди делает это вот так, а Джауми Масси делает это по-другому? Или я никогда не буду это делать так, как это делал кто-то из тех, с кем вы оперировали? Ольга Витальевна, конечно, я, конечно, скромный человек, но в данном случае, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, это действительно так. Я действительно думаю, что, наверное, маловероятно, что есть еще, наверное, доктор и пластический хирург женщины, которая ассистировала действительно практически всем зарубежно-пластическим хирургам. Вот это, да, я действительно могу подтвердить, вероятно, так. Это действительно были Мустафа Хамди, Рой Девита, Джаума Масси, Марса Сальгарелла, Денис Хамонт, Серена Рихтер, Грегори Эванс и Рой Девита, Марка Сфорца и Патрик Малуччи. То есть всем. Это большое счастье, что в прошлом наш институт на экологии имени Герцена принимал участие в мастер-классах Moscow Breast Meeting. Несколько лет подряд проводить эти мастер-классы, это большая честь, конечно, ассистировать таким величайшим хирургам всего мира. Каждый из них имеет определенную технику. Я хочу отметить, конечно, прецизионную технику каждого хирурга, который у нас был. И от каждого врача, от каждого доктора, безусловно, было взято что-то, какие-то элементы пластической хирургии, которые мы сейчас применяем в своей практике. Я не могу сказать, что я бы так никогда не делала, как кто-то. Наоборот, я бы от каждого получила максимум информации и максимум знаний, которые можно было получить с этих операций. Это, конечно, очень важно. Кроме того, также у нас еще были, посещали нашу клинику и пластические хирурги из Германии, тоже для именно лечения лимфодемы конечностей также мы проводили эту конференцию. И это очень важно. Ну а кто-то, вот вы можете сказать, что кто-то оперировал лучше всех? Ну, у меня, может быть, есть какие-то личные предпочтения. Я больше всех ассистировала, больше всего ассистировала Мустафе Хамди. И, конечно, ну, может быть, у меня к Мустафе Хамди могут быть какие-то более... Я с ним больше общалась и какие-то личные предпочтения, безусловно. Мне очень нравится, как он оперирует. И я восхищаюсь, конечно, его техникой, его всеми методиками. Мустафе Хамди. Ну а так, безусловно, конечно, все пластические хирурги, все оставили свой неизгладимый след в моей памяти и в практике тоже. Три года назад вы возглавили отделение вновь созданной больницы, которая теперь называется больница номер один, онкологическая больница, которая находится в Москве. Вот за эти три года что вам удалось сделать? Как изменился профиль пациента? Как изменились ваши хирургические техники? И что вы сегодня предлагаете пациентам, которые обращаются к вам с проблемой лечения рака молочной железы? Создание первой онкологической больницы – это был очень важный шаг в онкологии именно департамента здравоохранения Москвы, когда произошло переформирование онкологического диспансера. Это был ведущий онкологический диспансер Москвы, первый онкологический диспансер, и переименование в первую онкологическую больницу. И сейчас мы знаем о том, что существует несколько онкологических кластеров в Москве. Это наша первая онкологическая больница, 62-я больница, МКНЦ имени Логинова, Коммунаркос, Роковая больница и Боткинская больница. Это именно те онкологические кластеры, в которых осуществляют лечение больных онкологических, в том числе и ракомолочной железы. В 2020 году мы были на пути организации этой онкологической службы в 1-й онкологической больнице, когда возглавил это учреждение Всеволод Николаевич Галки, наш главный врач. И, конечно, я очень благодарна ему. Он все свои силы направил на создание нового центра, новейшего центра. Были построены новые корпуса, внедрены новые хирургические технологии. Был построен большой центр амбулаторно-экологической помощи. И тогда мы создали маммологический центр, диагностический маммологический центр в ЦАОПе. Это первичное звено, куда попадают женщины с опухолью или каким-либо другим образованием в молочной железе. Наша задача своевременно диагностировать. К нам относятся пациенты, женщины центрального округа, северо-восточного округа. Это несколько миллионов человек. Мы должны, конечно, оказать своевременную онкологическую помощь этим пациентам. И мы внедрили все диагностические технологии. У нас есть маммография, МРТ молочных желез. И как раз при организации маммологического центра я перенесла копию нашего маммологического центра института онкологии Мини Герцена. Это национального центра новых технологий онкологии и репродуктивных органов, который возглавляет профессор Равшкова Надежда Ивановна. Это был ее подход, когда за один день пациентки могут выполнить сразу же маммографию, УЗИ и трепанбиопсию. И в этом заключается весь основной смысл, когда женщине за один день может быть поставлен диагноз. Это очень важно. Никогда пациентку записывают через несколько дней к определенным специалистам. И в итоге у нас увеличивается период формулировки диагноза. И далее при уже организации хирургического отделения у нас было 20 коек в хирургическом отделении. И в 2020 году мне как раз было необходимо, было поручено внедрять новые хирургические технологии. Конечно, я привнесла все, что у меня было накоплено за долгие годы в нашем федеральном учреждении, в Институте онкологии имени Герцена. Я это все привнесла туда для того, чтобы помогать и женщинам уже, тем, которые попадают именно в учреждения Департамента здравоохранения Москвы. Эти учреждения отличаются несколько от федеральных учреждений. Сейчас, конечно, благодаря хорошему финансированию для здравоохранения Москвы и вообще для здравоохранения других городов России, конечно, появилось возможность у женщин получать такое высокотехнологичное лечение именно в этих учреждениях, не только в федеральных учреждениях. Раньше такие операции были возможны только в федеральных учреждениях. Здесь, учитывая очень большой поток, большое количество пациентов, практически не было возможности у докторов осуществлять это высокотехнологичное лечение, потому что на него требуются определенные затраты. Кроме образования в онкологии пластической хирургии от руководителя отделения, от его врачей, требуется также и наличие дополнительных материалов, в частности силиконовых имплантатов, дополнительных сетчатых материалов, биологических имплантатов, владения микрохирургической техникой, владения вообще техникой, аутологичной реконструкции, потому что мы знаем, что у нас в нашей стране можно по пальцам пересчитать хирургов, которые выполняют аутологичную реконструкцию. За эти три года удалось внедрить все эти технологии. У нас в нашем арсенале есть все виды имплантатов, есть сетчатые имплантаты, у нас есть микроскоп. Мы можем предлагать нашим пациентам микрохирургическую технику. Мы применяем все виды отологичной реконструкции. Наше отделение расширено сейчас до 40 коек, целые этажи. Мы надеемся, что все эти технологии позволят, конечно, повысить качество онкологической службы. Для меня главное сейчас в настоящее время, чтобы работала система, чтобы у нас шли постоянно, стабильно, каждый день операции именно на высоком уровне. И у нас преимущественно, конечно, это больше 60% это именно онкопластические резекции, органосохраняющие операции, онкопластические резекции и реконструктивные операции. И, конечно, как я всем говорю, и, конечно, для меня это большая честь, в том, что наше отделение является одним из тех отделений, которые больше всех выполняют в Москве из учреждений Департамента здравоохранения Москвы аутологичную реконструкцию молочной железы, то есть реконструкцию с использованием собственных тканей. Это длительные высокотехнологичные операции, мы знаем, что они занимают время, они, безусловно, занимают не только время, но и операционный день весь. Конечно, в таких учреждениях должна быть хорошая реанимационная служба обязательно, должна быть хорошо работа службы переливания крови, мы это все знаем, но это самый лучший вариант реконструкции молочной железы, это реконструкция с использованием собственных тканей, поэтому, несмотря на все эти трудности, мы их внедряем, и за последние 12 месяцев у нас 114 аутологичных реконструкций, то есть практически 10 таких операций в месяц мы выполняем. Это такие хорошие показатели с учетом того, что у нас есть очередь из онкологических пациентов. То есть к вам поступает пациент, который уже согласен на реконструктивную операцию, или у вас есть пациенты, которые отказываются? Конечно, все пациенты перед госпитализацией проходят консилиум. Три раза в неделю у нас онкологический консилиум, где мы встречаемся с пациентами, я с ними встречаюсь раз в неделю, и два раза в неделю встречаются также мои доктора из моего отделения, мои помощники, где мы сразу же еще до госпитализации оговариваем с пациентом варианты хирургического лечения. Обязательно обсуждаем вопрос реконструкции, хочет ли пациентка реконструкция. Это первый вопрос, который мы задаем пациентке. Мы говорим, что вам показано хирургическое лечение, хотите ли вы восстановить молочную железу одномоментно. И здесь пациентка нам отвечает, да, конечно, если это возможно, она хочет. И тогда дальнейший наш разговор уже строится в отношении вариантов реконструкции. Конечно, если я вижу, что у пациентки есть ткани, в частности, на передней брюшной стенке, конечно, я буду ей предлагать такой вариант. И если она хочет выполнить одномоменты, например, обдоминопластику, то я обязательно ей предложу этот вариант. Но не все пациенты соглашаются, безусловно. Кто-то хочет просто удалить молочную железу и потом подумать об отсрочной реконструкции. Такой вариант тоже возможен. И поэтому всегда говорим, что выбор женщины – это один из вариантов. У меня есть даже слайд такой, кому показана аутологичная реконструкция, кому, когда и зачем. Один из пунктов – это желание женщины. Я никогда не уговариваю. Я рассказываю о преимуществах этого варианта. Конечно, когда пациентка говорит «нет», я еще провожу несколько минут разговора о том, что может быть. Но когда я все-таки вижу конкретный отказ, то, безусловно, я не буду наставить. Желание должно быть обязательным. Мы не можем силой предлагать эти сложные операции. И нам не нужно это делать, если пациентка сама не хочет. Мы должны идти вместе с больным одним путем и должны вместе достигать хороших результатов. Сейчас проходит восьмой Москва-брест-митинг. И вы активно нам помогали все эти годы проводить это мероприятие. Сейчас это мероприятие, наверное, отличается тем, что иностранные спикеры в силу определенных причин и обстоятельств не смогли доехать. И они выступали онлайн. Если бы мы обсуждали, скажем так, хорошую конкуренцию, то чем мы сегодня на восьмом Москва-брест-митинг могли бы похвастаться перед нашими иностранными коллегами и сказать, вот мы провели в этот раз вот такие операции. У нас было четыре операции, которые мы показывали по реконструктивной хирургии молочной железы. И сегодня, по-моему, еще четыре операции по эстетике хирургии молочной железы. Вот как вы оцениваете, поскольку вы наблюдали процесс роста и развития мероприятия Москва-брест-митинга? Конечно, нужно сказать, что за эти годы мы очень выросли. Когда мы начинали еще самые первые Москва-брест-митинги, принимали участие также и в мастер-классах, конечно, мы не владели настолько всеми теми методиками, какими владели наши зарубежные коллеги. За рубежом реконструктивная хирургия начала развиваться значительно раньше, чем в нашей стране. Но сейчас, к настоящему моменту, к восьмому Москва-брест-митингу, мы достигли практически уровня наших зарубежных коллег. Мы сейчас выполняем все те же самые операции, которые выполняют они на том же высоком уровне. Микрохирургические операции, которые мы выполняем, также могут конкурировать. И эти сложные случаи реконструкции могут конкурировать, безусловно, и с случаями наших зарубежных коллег. Все операции с имплантатами мы также выполняем. Сегодня показывал Мустафа Хамди очень хорошую технику также по наполнению верхнего склона молочной железы. И, безусловно, мы сейчас также на основании предыдущих лекций Мустафы Хамди мы также используем все эти методики уже активно сейчас в нашей практике. И главное, что патенты на изобретение, которые мы сделали и предложили в онкопластической хирургии, это наше собственное изобретение. Именно нас, российских хирургов, которые позволяют нам получать отличные результаты. И мы можем их также представлять на всех международных конференциях. Поэтому сейчас за эти годы получили возможность такого развития также благодаря вам, благодаря Москлубрестмитинг, благодаря нашему такому консолидированному общению с зарубежными хирургами тогда еще, когда это было возможно. Но сейчас, несмотря на то, что они выступали онлайн, все равно мы их видели и могли пообщаться хотя бы немного с ними онлайн. В данный момент сложились так обстоятельства, но очень хорошо, что они приняли участие и поддержали нас на этом мероприятии. Мария, я оцениваю всегда работу как Москлубрестмитинг, и одно из преимуществ и достоинств – это такой мощный нетворкинг. Я понимаю, что есть специалисты, которые читают лекции, есть люди, которые сидят в зале, специалисты им наверняка тоже есть чем поделиться, но не все еще умеют презентовать ту информацию, которую они владеют. Это тоже определенное искусство и определенный труд, поэтому тоже надо учиться. Но самое интересное общение происходит в кулуарах, после презентации, в перерывах. Какие вопросы задают вам коллеги, когда они с вами встречаются? Наверняка есть какие-то вопросы, которые они стесняются задать широко, но не стесняются спросить лично. Вы знаете, Ольга Витальевна, я заметила, что раньше этих вопросов в кулуарах было больше. Раньше всегда молодые доктора подходили и спрашивали про какие-то технические аспекты операции, но сейчас практически все вопросы, которые задают мне молодые доктора в кулуарах после конференции, я заметила на последних конференциях, как можно попасть к вам, чтобы пройти обучение на рабочем месте. И, конечно, у нас сейчас есть наши курсы образовательные, также, которые мы создали сами, фактически под руководством наших академических руководителей. Это все можно посмотреть на нашем сайте. И мы приглашаем всех для обучения. Но задачей была эта школа, одной из задач, это обучение хирургов, онкологов из регионов, из обычных онкологических диспансеров, чтобы они могли применить эти методики у себя на месте, чтобы не нужно было этим пациентам ехать в Москву или в Санкт-Петербург для того, чтобы им восстановили молочную железу. Я была очень рада сейчас на последний конференции, вот сейчас после этой сессии утренней, пообщаться с доктором, которая была на наших последних курсах о тонкопластике до гибридной реконструкции в нашей больнице, и сказала, что они выполнили операцию по реконструкции молочной железы тремлоскутом. У них в Крыму никто не выполнял эти операции, и они после наших курсов впервые выполнили эту операцию в Крыму, в их онкологическом диспансере. Последний вопрос, и касается именно образования. Очень важно, что Москл Брестмитинг несет в себе образовательные технологии. Именно на таких мероприятиях молодые хирурги могут получить ту информацию, которую они не могут получить нигде фактически, даже на рабочем месте находясь, они не могут послушать зарубежных спикеров, они не могут послушать спикеров из других городов. Сейчас собрались все, даже молодые пластические хирурги, которые представляли результаты своих работ. Даже как бы они их не представили, в каком бы формате не были их презентации, но они являются примером для молодых пластических хирургов. То, что они работают, это, безусловно, хорошо. Главное, чтобы они получали хорошие результаты на основании своих работ. Это очень важно. Мы должны, конечно, бороться за качество оказания помощи не только в онкологии, но и в пластической хирургии. А как часто пациент просит сделать реконструкцию контрлатеральной молочной железы? Это зависит от той методики, которую мы выбираем на молочной железе, где есть заболевания. Если есть возможность не использовать методики онкопластической хирургии, которые потребуют контрлатеральную мастопексию либо симметризирующую маммопластику, то нужно использовать эти методики у тех пациентов, которые не хотят маммопластику. Скажем, они никогда не мечтали вообще о маммопластике, о пексии, о редукционной маммопластики. Они не хотели никак изменить форму молочной железы. Такие пациенты вряд ли захотят, чтобы у них была какая-то симметризирующая маммопластика. Поэтому, если есть возможность, мы стараемся использовать методы, которые не приведут к асимметрии. Но если это неизбежно, то есть такая методика, которую мы выбрали, она приводит к получению красивых результатов на оперированной молочной железе, но, к сожалению, это будет асимметрия, то, конечно, мы говорим пациенту, что если вы хотите красиво выглядеть и хотите быть востребованными, социально активными, и ни в коем случае, чтобы у вас не было стресса и комплекса, вам показана симметризирующая маммопластика. Но если пациентка категорически отказывается, мы, конечно, будем ее обязательно информировать о том, что у нее будет асимметрия. Как часто они возвращаются после того, как они отказались от симметризирующей операции и посмотрели в процессе жизнедеятельности, посмотрели, сказали, нет, все-таки нужно было сделать? Они часто возвращаются, особенно это видно в первые сутки после операции, когда мы приглашаем пациента в перевязочную, и здесь уже пациент понимает, что ему показана симметризирующая маммопластика, и тогда уже соглашается. Я очень много узнала нового о тебе. Оказывается, ты начинала в Санкт-Петербурге, потом Москва, и в результате это все вылилось в такую блистательную защиту. Расскажи мне немножко, пожалуйста, как это все складывалось? Путь, конечно, был такой длинный. 20 лет фактически было посвящено именно этой хирургии. Я закончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет в 2001 году, но я пришла в клинику в Кольцетской хирургии Первого медицинского университета Санкт-Петербургского на четвертом курсе университета, пойдя в студенческое научное общество. И тогда моим направлением научным стала микролимфохирургия и лечение лимфодемоконечностей. Но это была научная тема, а клиника в Кольцетской хирургии занималась общей хирургии, экстренной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии. И там был Всесоюзный центр обучения сосудистой и микрососудистой хирургии. Каждый из нас молодых тогда студентов и в последующем уже интернов и клинических ординаторов имел какое-то свое направление. Преимущественно все мои друзья имели направление именно в сосудистой и микрососудистой хирургии. И под руководством профессора Вавилова Валерия Николаевича мы проходили обучение по микрососудистой хирургии. В последующем я поступила в клиническую интернатуру. На шестом курсе была еще субординатура в этой клинике. Это был последний год субординатуры в нашей стране. Затем это была клиническая интернатура, затем два года клинической ординатуры. В 2001 году я приняла решение поступать в аспирантуру по специальности онкология. И тогда я выбрала Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена, потому что было два пути. Это не онкология имени Петрова и Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена как ведущий онкологический институт нашей страны. Я переехала в Москву, выйдя замуж, и поступила в аспирантуру института имени Герцена. И моя благодарность академику Чисову Валерию Ивановичу, профессору Паку Дингермитричу, которые приняли меня на работу, проведя такое большое собеседование, обсуждая все вопросы, научные вопросы. У меня было тогда, к тому моменту, 20 печатных работ. Было три победы на Олимпиадах и на всероссийских конференциях молодых ученых. И тогда они приняли решение, что все они меня берут в отделение к профессору Паку Дингермитричу, чтобы заниматься онкомологией. И тогда, в 2007 году, уже была защищена диссертация, кандидатская диссертация профилактика лимфореи после радикальных мастектомий с использованием хирургических методик и плазменной коагуляции. И именно эта методика как раз и вошла в один из вариантов высокотехнологичного лечения рака молочной железы. И получить квоту на лечение пациенты могли только на операцию с использованием этой методики, то есть пластикой подмышечной области, композитным мышечным трансплантатом. Это была тема моей кандидатской диссертации. Мы разработали тогда методику, эту хирургическую методику профилактики лимфореи. И действительно получили очень хорошие результаты. Следующая наша методика была перевязка лимфатических сосудов с использованием микрохирургической техники. И этот метод тоже вошел в один из вариантов высокотехнологичного лечения рака молочной железы. Но в последующем произошли изменения. И в 2013 году наше отделение возглавил Азиль Дешодович Зикерихаджаев. И ему огромное спасибо, потому что у нас произошел такой новый виток в развитии всех. И мы знаем, что как раз в 2013 году вообще в России появились возможности всех хирургов, реконструктивных хирургов получать образование за рубежом. Тогда начались как раз зарубежные поездки, участие в международных конференциях, в международных мастер-классах. И Азиль Дешодович тоже, как ученик Владимира Анатольевича Соболевского, он пришел из РОНС имени Блохина, сейчас на МИЦ-онкологии имени Блохина к нам. И также принес к нам все новые методики. И можно сказать, что мы стали разрабатывать дальше вместе все новые методы, чтобы добиваться лучших эстетических результатов больных раком молочной железы. И с 2013 года по 2016 год, как раз разработав новые методики онкопластических резекций, предложив новые методики в реконструкции, в частности с использованием ацулярного дермального матрикса, сетчатых имплантатов, как раз возникла идея создания такой большой работы. И в 2016 году была утверждена тема на моей докторской диссертации хирургической реабилитации больных раком молочной железы, целью которой явилось как раз получение стабильных эстетических результатов за счет расширения методик онкопластической и реконструктивно-пластической хирургии. Начался такой большой путь набора материала. Тогда как раз мы создали большие научные базы, создали программы в программе Microsoft Excel и Microsoft Access для аккумуляции всех медицинских данных наших пациентов и дальнейшей статистики. Без этой статистики невозможно было уже получить истинные правдивые результаты по эстетическим результатам после этих операций. И даже, как и в моей работе, следует, что мы получили одни результаты до 2018 года и лучшие результаты после 2018 года, на что накладывал отпечаток совершенства хирургической техники. Как вы помните, мы все ездили на конференции, мы ездили в Барселону, на Барселону Брестмитинг, в Брюсселе к Мустафу Ахамди. Они приезжали к нам и благодаря этому развитию, и благодаря Азизу Джудшоудовичу, благодаря вам, потому что вы явились таким стимулятором нашим, можно сказать, для этого развития, приглашая к нам всех зарубежных пластических хирургов, звезд, мировых звезд, для того, чтобы мы получили эти навыки, получили новые сведения о возможностях реконструктивной хирургии, которые мы использовали уже в нашей настоящей работе. И с 2016 года по 2022 год я осуществляла как раз анализ этого всего большого материала. То есть на это ушло практически 7 лет. И представив этот уже труд на суд, можно сказать, всех ведущих профессоров и всех наших коллег. Работать с онкологическими пациентами – это сложно. Даже если вы сейчас будете это отрицать, но все-таки это сложный психоэмоциональный процесс с общениями с человеком, которому поставлен диагноз рак. Ольга Витальевна, я не буду отрицать, что это сложно. Что сложно работать с онкологическими пациентами. Это действительно сложно. Просто поскольку мы работаем с этим каждый день и долгие годы, то ты уже не должен думать о том, что это сложно и мы должны хорошо делать свою работу. Я, конечно, понимаю, что это стресс, безусловно, для женщины. Она имеет онкологическое заболевание, поэтому необходимо работать как психологу тоже. Именно хирург, тот хирург, который оперирует женщину, должен быть не только просто хирургом, он должен быть еще и психологом. Потому что только в этом случае он может помочь своей пациентке правильно выбрать тактику, правильно восстановиться. Я вижу это в глазах наших благодарных пациенток. Они рады, что я предложила им либо онкопластическую резекцию, симметризирующую мампластику, или какую-то реконструктивную операцию. Когда они стоят перед выбором и они имеют диагноз рак молочной железы, то у них возникает страх о том, что они могут потерять жизнь прежде всего. Но мы, как онкологи, которые работают с этим каждый день, должны думать о качестве жизни пациентки. Мы понимаем, что мы можем вылечить ее от заболевания, особенно при начальных стадиях рака молочной железы. Но мы должны подумать о качестве жизни женщины. И в этом заключается весь смысл нашей работы. Сейчас современные технологии позволяют вылечить рак. Опять же, при первой, второй стадиях заболевания. Либо же перевести пациентку в ремиссию благодаря комплексному подходу к лечению. Но подумать о качестве жизни может только ее хирург. Да, безусловно, это сложно, но о сложностях этих думать нельзя. Мы должны думать только о том результате, который мы получим, чтобы наша пациентка и мы сами были удовлетворены полученным эстетическим результатом. Красивый эстетический результат, этот отличный результат. Согласно нашему опроснику, 5 баллов или 4 балла – это счастливые глаза женщины. В какой-то период забудет о том, что у нее рак. Но она будет видеть в зеркале красивую женщину и будет получать восторженные отзывы от тех, кто находится рядом с ней. Это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова